Добрый день! Рада всех приветствовать на своем канале. Спасибо, что смотрят и пишите комментарии. Хейтерам тоже спасибо. Пишите побольше гневных комментариев, типа какого черта мне это рекомендуют, а не продвигают мое видео в YouTube. Большое вам спасибо! Сегодня будет коротенькое видео о троллинге в интернете. Я вам расскажу, как сделать так, чтобы ваш тролль-персонажек уничтожил терпение ваших врагов. Итак, приступим. Я заслуженный диванный эксперт в области интернет-проолимпиад, особенно в прошлом. Сейчас я такой ерундой не занимаюсь, времени нет, но когда мне было где-то 22, я любила поспорить в интернете и кино, и о тренингах, и о науке, в общем, обо всем на свете. Итак, как же вести беседу с оппонентом так, чтобы он был потрясен, шокирован и разбит в пух и прах? Первое. У вас должна быть желательно какая-то база поддержки, как в фильме «Индренные девчонки» «Ами оф скэнкс» – поклонники. Люди, которые вступятся за вас в беседе, скажут, что вот этот чувак 100% прав, а все его оппоненты лохи. Желательно, чтобы это писалось не с ваших левых аккаунтов, а это был реальный человек. Особенно хорошо, если это какой-то человек, ну, обладающий некоторым авторитетом в медийном пространстве. Это сразу такой жесткий удар. Второе. Не стесняйтесь писать, что у вас важные дела. Не надо вести беседу, это непрерывно с утра до ночи. Прямо пишите, мне очень с вами интересно, ну, сейчас у меня переговоры с Сингапуром, потом я какл, потом у меня тверк. То есть дайте понять, что вы очень важный человек, и в целом эта беседа вас мало беспокоит. При этом ее продолжайте. Потом. Некоторые думают, что важно, чтобы последнее слово осталось за вами. На самом деле это не так. Очень хорошо прерваться и исчезнуть из беседы, потому что именно незаконченное действие остается в мозгу человека такой вот, знаете, иголочкой. Потом. Используйте цитаты, которые ваши оппоненты не могут знать. Там из аниме, если вы его смотрите, из истории Османской империи, из африканского эпоса. И когда они вам скажут, что это вообще такое, мы это не знаем, обязательно напишите, что какой позор, я-то думал, что вы культурный человек, а вы ничего не знаете об истории Османской империи, африканском эпосе и суфийском мистицизме. Какой позор. Дальше. Не спешите отвечать. Опять же, дайте понять, что у вас другие дела интересные. Не надо здесь. Это вот с хорошими друзьями надо стараться быть всегда на связи. А тут пусть помучаются, понервничают. Дальше. Старайтесь писать, когда ваш оппонент не онлайн, чтобы он потом вот эту вот какашечку обнаружил. Дальше. Желайте добра, конечно же. Не надо опускаться, вот кто-то опускается на личности, пишет матовый. Сегодня такой солнечный день. Я желаю вам счастья, богатства, хороших друзей. Это очень жестоко, правда. Ну и последнее. Друзья, слушайте, ну не занимайтесь ерундой. Мне удалось с этим закончить, и дай бог удастся закончить и вам. Не надо вести эти диванные бои с всякими диванными войсками, вот. Но если хотите, можете с моей помощью стать королевой троллинга или королем. Хорошего дня!